Мир проспал возрождение нацизма в 5 утра 24 февраля 2022 года. Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Так резонно и правдиво говорит украинский президент в обращении ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Пора очнуться, понимает Литва. Вести нельзя бояться. Знаки препинания в этом предложении расставляет премьер-министр Балтийской Республики Ингрида Шимоните. Литва заявила о готовности отправить войска в Украину. Парламент страны разрешил отправить войска в Украину для обучения украинских солдат. Однако от Киева подобного запроса пока не поступало, сообщила Financial Times премьер-министр Балтийской Республики Ингрида Шимоните. При этом сразу отметила, насколько усилятся от этого истерические угрозы Кремля, их вообще не волнует. Москва, конечно же, может посчитать такой шаг Вильнюса провокацией, но литовские власти не собираются обращать на это внимание. Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергнется ядерному удару. Шимоните попала прямо в яблочко. Мало того, что 6 числа Россия заявила о проведении ядерных учений, так сегодня спикер МИД страны-агрессора России Мария Захарова пригрозила Франции. В свойственной для себя истерической манере заявила, если президент Франции Эммануэль Макрон отправит в Украину войска, то россияне будут считать их законными целями и мишенями для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этого, добавила она. Правда, не уточнила, какие же. Напугала, так напугала. Захарова и так привиделось все большее число французских граждан среди погибших в Украине. Причину таковых видений мы ясно осознаем. Впервые отправку войск в Украину в конце февраля допустил президент Франции Эммануэль Макрон, позже назвав это стратегией стратегической неопределенности для Кремля. Словом, чтобы у них постоянно тряслись поджилки. Каких войск или каких решений ожидать от западных союзников Украины завтра? На фоне возникшей после этого на Западе горячей дискуссии, различный формат потенциального приобщения о войск западных стран поддержал ли страны Балки, а также Нидерланды и Финляндия. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, В случае проигрыша Украины в войне против России, США, вероятно, придется вмешаться в конфликт не только деньгами, но и военными. Украина будет благодарна и рада подкреплению со стороны войск НАТО, если придет время, заявил на днях наш премьер Денис Шмигаль. В то же время издание «Карьеры Делосера» пишет о том, что страны НАТО не собираются вводить войска в Украину и готовятся закрепить отказ от прямого вмешательства в вооруженный конфликт Москвы и Киева в официальном документе. Но ведь мы прекрасно знаем порой самый лучший поступок тайный. Продолжение следует...